Я считаю, что государство не должно финансировать футбольные клубы. И государственные компании тоже не должны. Почему? А потому что у нас пенсионеры получают по 6-7 тысяч. То есть все это финансировать должны частные компании? Ну, это мое мнение. При этом у них не должно быть никакой социальной ответственности. У меня в детской школе, в моей, там учатся тысячу деток в футбольной школе. И при этом я никакой социальной ответственности как компания не несу. Это мой личный проект, как физического лица. Как гражданин еще это можно рассматривать, что это является каким-то моим эмоциональным вкладом в тот город, в который живу. Но это должен человек любить. Покупать яйца в фиберже ради яиц в фиберже не надо. Если тебе это нравится, иначе это все искусственно. Не может быть у бизнеса социальной ответственности. Бизнес должен зарабатывать деньги и платить налоги. А если государству мало этих налогов, оно должно их повышать. Социальная ответственность приводит к тому, что появляется на улицах куча бездельников, которые приходят и говорят, помогите нам, помогите нам, помогите нам. Я вообще никогда не подавал бы никому, кроме детей и пенсионеров. Остальные идите работать. Люди, которые специфическим образом получили свою собственность, у них должны быть социальная ответственность. Они должны восстанавливать деревни и так далее. Я вообще считаю, что самая большая проблема современного бизнеса это в том, что нет хозяев у компании. Кто хозяин этой компании? Кто хозяин Ситибанка? Кто хозяин HCBC? Любой менеджмент, когда нет четкого хозяина, разворовывает компанию. С чего бы он будет думать о компании больше, чем о своем кошельке? Вот с чего бы? Государственные компании самые плохо управляемые. Это по ней известно всем. Ну, слава богу, да пусть будут, государственными компаниями проще работать, они вообще неэффективные. Там не нужно много работать, чтобы их обыграть. Вот мне не ответит никто на один вопрос. Вот когда гречки мало произведено, и государство говорит, торгуйте по низким ценам, чего они хотят добиться? Но если ее потреблялось в 1000 тонн, а сейчас там произведено в 800, то просто она уйдет вообще с прилавка. Правильно? Потому что не хватит этого объема. Поэтому надо поднять цену, отсечь, чтобы оставить на прилавке. Нет, есть второй вариант. Оставить цену там, где есть, и не будет ее гречки на прилавках. Какой мы выбираем? Ну, это же элементарно. Ну, мы же там уже были. Пустые прилавки, там очереди, непонятно зачем. Да причем тут социально защищенные, социально незащищенные. Если цена на гречку будет высокая, люди потребляют не гречку, они потребляют калории. Они переключатся на другой продукт. Вот сейчас сделали 10 самых социальных товаров, там что-то такое. Ну, да, или 20. Это же вообще неполный непонимый вопрос. Самый продаваемый в любой сети продукт – это банан. На самом деле, нами движет наживо. Значит, мы должны поставить на полку какой товар? Самый дешевый. Самый лучший по цене плюс качество. Тот товар, который нужен покупателю. И для нас не важно, там, местный производитель, не местный. Поэтому этих производителей, которые нужны, мы берем фонарик ночью и самих ищем. И там нет никаких проблем с попаданием на полку. А если там 20 человек пробурило дырку в земле и достает оттуда воду и говорит, что у меня самая чистая вода в мире. Ну и что же у тебя самая чистая вода в мире? Если покупателю она не нужна. Вот надо нам забыть о том, что в розничной торговле должен быть малый бизнес. Вот мы малый бизнес везде пихаем. Давайте уменьшим. В розничной торговле в мире нигде нет малого бизнеса. Как может быть малый бизнес, когда логистический центр стоит 40 миллионов долларов? Если у тебя его нет, если у тебя нет транспорта, у тебя цена будет невероятно высокая. Это хендмейт получается. Все путают специализированные маленькие магазины в отдельных странах Европы, там, с колбасой, с дорогим, для дорогих людей. Все путают с розничным бизнесом. На этом рынке есть только крупные игроки во всем мире. И по-другому это не может работать. С Путиным встречались один раз мы о законе о торговле. И мне казалось, что нам удалось убедить. Потому что, ну, я видел в его глазах понимание. Но, к сожалению, на следующий день приняли чуть по-другому все. Я думаю, что это наша вина, что мы не донесли до чиновников. Я еще, ну, ни Путин, ни его замы не могут разбираться в розничной торговле. Это нормально. Им и не нужно это знать. У них просто, ну, это живой человек, у него одна голова. Он не может знать и металлургию, там, и розничную торговлю, производство ложек, чашек, вилок, как те люди, которые этим занимаются. Значит, наши аргументы были слабее. Вот и все. Спасибо. 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 Спасибо.